Вот это бампер от авто, которая попала в дорожную яму по нашей улице Азимхана Кенесарина. Подобных видеороликов с отвалившимися частями авто, снятых жителями микрорайона Карабаста, немало. Ежедневная езда на автомобиле, да и пешая прогулка для местных жителей превращается в испытание. С требованиями реконструировать дорогу, куда только не обращались горожане. Однако положительных результатов это не дало. Ежегодно по весне дорожники приезжают, засыпают ямы с водой горячим асфальтом, выравнивают и уезжают. Спустя пару дней всё становится на свои места. Всё те же ямы и ухабы. Я работаю контролёром на 22 маршруте и живу на этой улице. Ежегодно нам с соседями приходится собирать деньги и засыпать ямы, так как пройти здесь невозможно, а автобусы один за другим ломаются. По словам местных жителей, представители Акимата и депутаты перед выборами пообещали отремонтировать дороги. Вот только с тех пор прошёл почти год, а дороги всё такие же, разбитые, в которых ежеминутно застревает транспорт. Я в прошлом году два раза ходила в Венбекшинский Акимат Галамжану Ильясову. Он пообещал мне, что лично приедет и посмотрит на состояние дорог. Соседи мне сказали, что приходил какой-то молодой парень, постоял там в углу улицы и уехал. По словам представителей транспортного отдела, эта дорога находится на балансе области. И потому средства на её реконструкцию должны выделяться с областного бюджета. На сегодняшний день на ремонтные работы данной улицы с областного бюджета было выделено 52 миллиона тенге. Сейчас объявлен конкурс на государственные закупки. Жители Микрояна Карабастау надеются, что власти города всё же начнут уделять должное внимание не только жителям центра Шимкента, но и горожанам, живущих в отдалённых районах города. Бахром Абдулайф, Амантай Ольбек, Ербал Махашев, информационная служба телекомпании «Утраж».